Еще раз, звуки, еще раз, кричи. Айтан! Блин, Брэм, айтан! Очереди на свеклоприемных пунктах в этом году дело привычное. Порой водители сутками вынуждены ждать, дабы разгрузить сахарную свеклу. Один из них – Асоубек Шарипов. Перевозкой свеклы он занимается давно. По его словам, такого урожая он еще не видел. Ну, у него 7 лет, я 7 лет вожу в этом районе, но такого не было еще никогда. Мы возили хорошо в этом году, много. Ну, вот сутки, две, один рейс делаю. Свеклоприемный пункт в Беловодске с начала сентября принял около 100 тысяч тонн сахарной свеклы. Почти 45 из них уже отправлены на переработку. Процесс разгрузки занимает примерно 20 минут. За это время водителям необходимо оформиться и взвесить свеклу. После этого все привезенное можно выгружать. В день процедуру проходят примерно 160 машин. Каждый выезжает, домой едут. Утром приезжают, заезжают, выгружают машины. Просто в этом году масса хорошая, урожай хороший у людей. Из-за большого объема мы просто никак не можем принять последнюю машину. А вот так в день я, допустим, принимаю 3,5-3 тысячи. Самое мало 3 тысячи. Прием сахарной свеклы будет проводиться до 1 декабря. За полтора месяца фермеры уже сдали более 65% урожая. После разгрузки свекла отправляется в лабораторию. Там корнеплоды очищают и определяют уровень сахаристости. Здесь мы определяем у свеклозадчика общую загрязненность свеклы и сахаристость, или дегестия называется это, свеклы. В общем, изначально поступает свеклозадчик, привозит свеклу на Каньинский сахарный завод, заезжает. Сперва у нас есть бракоплощадка. Там смотрят браковщики качество свеклы. И там они сортируют по кагатам. У нас есть длительное, срочное хранение. После этого свекла поступает на весовую. Там взвешивается свекла. После взвешивания отправляется в сырьевую лабораторию. На завод свекла попадают через гидротранспортные каналы. В них набирается транспортно-моющая вода, и она доставляет плоды на предприятие. Там свеклу тщательно промывают, затем ее измельчают и подвергают диффузии. Сироп тщательно очищают. Для того, чтобы увеличить концентрацию сахарозы, проводятся процедуры выпаривания. После чего в центрифуге происходит отделение кристаллов сахара от сиропа. Кристаллы сушат и получают готовый сахар. Предприятие Каиндекан поставляет сахар только на территории Кыргызстана. Экспорт за рубеж не осуществляется. Все семена фермеры закупают за границей. В Кыргызстане их попросту не производят. Сахарную свеклу завод приобретает по закупочной цене в 5,5 сомов за килограмм. Представители завода отмечают, что этот год станет рекордным в сахарной отрасли республики. Мы начали принимать сахарную свеклу с 13 сентября. На сегодняшний день мы приняли уже 361 тысячу тонн. Планируем принять где-то 450 тысяч тонн. Выработать мы хотим, планируем, 71 тысячу тонн. По сравнению с прошлым годом объемы сахарной свеклы увеличились. Площади были, что посеяли в том году на 15 тысяч гектаров, что в этом году на 15 тысяч гектаров. Но сам урожай по республике, если в том году был 600 тысяч тонн, в этом году ожидается по республике 900 тысяч тонн. Наш завод сегодня в сутки перерабатывает 3 800 тысяч тонн корнеплода сахарной свеклы. И, значит, при этом получаем порядке 400-400-500 тонн сахарной песка. Рекордный урожай в 900 тысяч тонн сахарной свеклы позволит полностью удовлетворить потребность населения республики. В год кыргызстанцам необходимо примерно 120 тысяч тонн сахара.